Пока эти гоночные машины ждут своего часа в гараже. Вокруг суетятся механики. Но уже в среду харьковская команда отправится в Ивано-Франковск. Гонщики будут штурмовать последний, шестой этап чемпионата Украины по ралли. 400 километров по гравию, щебню и камням. Хоть харьковчанам уже приходилось гоняться в Карпатах, Ивано-Франковская трасса Трымбита для них в новинку. Самое главное, чтобы машины были подготовлены к суровым гравийным дорогам, рассказывают гонщики. Что касается подвески, тоже полностью изменены амортизаторы, пружины. Ну, там под колесом, как бы видно, это выносные бачки. То есть, это характерно для спортивных амортизаторов и пружин. То есть, они выдерживают большие нагрузки, большие прыжки, скачки. На трассе много трамплинов, много камней. Если выехать на стандартной подвеске, как на обычных машинах в городе, то, скорее всего, через несколько поворотов это закончится поломкой. Для Станислава Беседина эта гонка решающая. Профессиональный спортсмен борется за звание чемпиона Украины. Хоть немного волнуется, но рассчитывает, что проверенный гоночный автомобиль и в этот раз приведет его к победе. В принципе, машина полностью готова. То есть, колеса, резина и все на тренировке. А на тренировке уже покажет, как бы готова машина или нет. Опять-таки, раструсить ее, поездить, попрыгать. Судьбоносной гонкой в Ивано-Франковске будет не только для Станислава Беседина, но и для всей харьковской команды. Правда, один из спортсменов стал чемпионом досрочно. Сергей Костюков привез звание с прошлого этапа соревнований в Ялте. Из 13 команд и двух сотен человек ролистов в Украине быть первыми, вторыми, третьими. То есть, наверное, эта команда все-таки топовая. И в этом году она будет бороться через три дня за звание чемпиона Украины. Это шестой этап, поэтому на всех пяти вот такая активная борьба не дала однозначного ответа. Если харьковские гонщики победят в чемпионате Украины, следующий сезон начнут с первых позиций. Но в этом году гонки для них не заканчиваются. Еще предстоит выступить на последнем этапе ралли Крым в Алуште. Ксения Бай, Алексей Жучков, Медиагрупп Объектив.